Древесная зола. Пожалуй, нет того садовода-огородника, который не применял бы ее у себя на участке. И как подкормка, и как средство защиты от вредителей, и как естественный раскислитель. Зола, которую мы получаем при сжигании древесины любых растительных остатков, содержит калий, кальций, фосфор, магний, более 30 микроэлементов, причем, что немаловажно, в легкоусвояемой для растений форме. Но не всякая зола одинаково полезна, и не всякая зола является ценным источником этих самых элементов. Пожалуй, самым богатым составом макро- и микроэлементов является зола, полученная при сжигании травы, листьев, коры, стеблей, побегов. Например, в золе подсолнечных стеблей, которые остаются осенью, содержание калия может достигать 30%. Тогда как в золе, полученной при сжигании древесины, 10% максимум. Многие из садоводов, зная о том, что это экологически чистый, безопасный продукт, злоупотребляют золой. Как не нанести вред своим растениям при помощи золы? Здесь, как говорили древние греки, ничего слишком. Ведь зола, примененная в избытке, может нанести непоправимый ущерб нашему саду. Дело в том, что зола, а именно свежая зола, еще теплая, это самый мощный, доступный раскислитель почвы. Если мы будем вносить древесную золу на свои участки слишком часто, слишком много, это приведет к тому, что PH почвы приблизится к нейтральному и щелочному. А в этой среде, как оказывается, многие элементы питания, например, фосфор, азот, становятся малодоступными для растений. И мы вместо пользы получим несомненный вред. У многих растений из-за щелочной реакции начинаются физиологические заболевания. Вторая проблема при избыточном внесении золы – это избыток калия. Как и недостаток, так и избыток элементов питания приводит к тому, что опять же растения заболевают. Они останавливают рост, междоузлия укорачиваются, листья становятся хрупкими и морщинистыми. И, естественно, пользы тогда от золы никакой. И, наконец, щелочная реакция почвы, которая возникает при злоупотреблении золой, приводит к тому, что многие заболевания обостряются. В частности, это касается парши картофеля. Я думаю, многие из вас видели уродливые пятнышки, как будто оспинки на поверхности клубней. Такое бывает именно при избытке золы и при повышенной pH почвы. То есть ничего слишком. Но есть растения, которым строго противопоказано внесение древесной золы в чистом виде. Это растения ацидофилы – любители кислых почв. Кто это? В первую очередь голубика – высокорослая, узколистная, топяная. Это всеми любимые рода дендроны, многие хвойные растения, азалии, а также гортензии метельчатые. Если вносить под них золу как источник калия, они, к сожалению, заболеют или будут просто плохо себя чувствовать и не проявят свою типичную окраску. Из овощных растений не любит золу в чистом виде щавель. Поэтому очень внимательно следим за тем, какие требования у ваших растений на участке. Так как же сделать, чтобы применение золы не принесло вреда вашему саду? Первое, на что вы должны обратить внимание, это на реакцию почвы на вашем участке. Если реакция почвы близкая к нейтральной или щелочная, то вносить золу в чистом виде ни в коем случае нельзя. Лучше нейтрализовать ее раствором уксуса, как кислоты, чтобы просто превратить золу в источник легкоусвояемого калия. Кстати, преимущество золы именно как источника калия в том, что в ней не содержится хлор. А наши очень многие ягодные растения и плодовые деревья хлор просто не переносят. Если реакция почвы на участке кислая, то внесение золы более чем оправдано. Но помните, что применять золу следует только свежую, рассыпчатую. Чем свежее зола, тем эффективнее она именно как раскислитель. И здесь тоже очень важно правильно ее применять. Оптимально это внесение золы при перекопке. Весенней лучше всего. Дело в том, что калий элемент очень подвижный. И если мы внесем золу под зиму, почву он конечно раскислит. Но калий за время зимы, ранней весны потеряется, вымоется. Поэтому при весенней перекопке вносим золу на участок, свежую золу, рассыпью с последующей заделкой в почву, перекопкой. Тогда она сможет действительно повысить PH почвы и контролировать его обязательно. Сколько нужно вносить золы на 1 квадратный метр при перекопке? В среднем от 80 до 150-200 грамм на 1 квадратный метр. Сколько это? Если 150 грамм, это половина пол-литровой баночки. И конечно же контролируйте уровень PH почвы. Потому что если вы будете вносить золу слишком часто, слишком много, то PH будет постепенно повышаться и почва будет защелачиваться. А это не есть хорошо. Как не навредить золой при подкормке овощных, плодовых, ягодных, декоративных растений? Конечно же соблюдая дозировку. Это тот случай, когда лучше чуть-чуть не додать, чем чуть-чуть дать избыток. Как можно подкармливать растения золой? Есть очень разные способы. Первый способ это разнесение россыпью. Когда мы просто рассыпаем золу по грядке, вносим ее в рядочки, вносим ее в приствольные круги. Второй способ это приготовление настоев. При этом на 10 литров воды мы берем 150 грамм золы. Это приблизительно половина пол-литровой банки. Заливаем ее горячей водой и оставляем настаиваться до полного остывания. Полученный раствор прозрачный сливаем и используем для подкормок. Третий способ это приготовление отваров. При этом раствор золы должен немножко провариться. Это позволит максимально извлечь из нее все полезные питательные вещества. Как и при приготовлении настоя, дозировка идет 100-150 грамм золы на 10 литров воды. Такая подкормка вносится из расчета пол-литра под одно овощное растение. Либо до ведра под деревья, либо крупные кустарники. Это позволяет быстро напитать почву необходимым количеством калия, фосфора и других макро- и микроэлементов. Чтобы применение золы не принесло вреда растениям и не мешало им усваивать другие элементы питания, не смешивайте ее вместе с органическими удобрениями. Не смешивайте с азотными удобрениями в аммиачной форме. Это аммиачная селитра, аммиачная вода, а также с водорастворимыми фосфорными удобрениями. Дело в том, что вместе они будут препятствовать усвоению друг друга, и растения не получат элементов питания. А вот по отдельности, с интервалом, всегда пожалуйста, тогда они принесут максимальную пользу. Ну и наконец, использование золы как средство защиты от вредителей. Основной механизм действия обусловлен щелочной реакцией золы, поэтому для этой цели используйте только свежеприготовленную золу. Рассыпчатую, даже можно сказать свежую. Как? Для того, чтобы остановить продвижение муравьев, можно посыпать их гнезда как раз свежей теплой золой. Раз. Второй момент. Свежую золу также очень не любят слизни. Но это средство действует до тех пор, пока зола не намокнет. Ну и наконец, борьба с тлей и прочими насекомыми-вредителями путем опудривания, опыления или приготовления настоев. Здесь важно тоже соблюдать концентрацию. Дело в том, что если мы превысим ее, то мы, конечно, уберем насекомых, но растение может получить ожоги. Ведь щелочной раствор может оказаться очень даже крепким. Поэтому соблюдаем концентрацию. Для приготовления зольного настоя для борьбы с насекомыми-вредителями на 1 литр горячей воды берем 1-2 столовые ложки золы. После остывания обрабатываем наши растения. Свежей золой мы также опудриваем нашу капусту, наши крестоцветные, от бложки и от различных гусениц. Ну и, пожалуй, самый распространенный способ борьбы с насекомыми – это мыльно-зольные растворы. Дело в том, что они обладают, во-первых, щелочной реакцией, а во-вторых, благодаря мылу они хорошо удерживаются на поверхности растений, смачивают их поверхность и хорошо взаимодействуют с насекомыми-вредителями. Для приготовления мыльно-зольного раствора нам понадобится 4 столовые ложки свежей древесной золы, 2 стакана воды и 1 треть куска хозяйственного мыла, которое мы натерли на крупной терке и растворили в 2 литрах воды. Эти растворы мы соединяем, остуживаем, если они горячие, и опрыскиваем наши растения. Обработки нужно проводить вечером в пасмурную погоду. И обязательно следите за тем, чтобы распыл был как можно мельче. Крупные капли – это повышенная концентрация, это ожог. И для растений это крайне нежелательно. Ну и наконец, есть один раствор, где высокая концентрация золы как раз приветствуется. Это зольный щелок для борьбы с мхами и лишайниками. Сегодня у нас стоит август, но не за горами и ноябрь. Не успеешь оглянуться, и вы все пойдете в сад наводить порядок перед зимовкой. А у кого-то там завелся мох или лишайник. И зольный щелок – это лучший способ побороть этих, ну не совсем вредителей, я бы сказала, эстетических вредителей нашего сада. Для приготовления зольного щелока нам понадобится около 2,5-3 килограмм свежей древесной золы на 10 литров горячей воды. Заливаем золу кипятком, настаиваем ночь в помещении, затем сливаем отстоявшийся прозрачный раствор и обрабатываем им. Только стволы, ветки, деревьев и кустарников, которые уже вошли в состояние покоя. Этим раствором ни в коем случае нельзя работать по набухающим, распускающимся почкам или по листьям. Вот здесь концентрация золы, концентрация щелока очень высокая, и она вызовет ожоги. А мхи и лишайники она попросту убьет. Итак, чтобы зола принесла вашим растениям, вашему саду и огороду только пользу, соблюдайте дозировки и концентрацию в зависимости от цели применения. Будет раскисление почвы, борьба с вредителями, подкормка или уничтожение мхов и лишайников. И тогда ваши растения скажут вам огромное спасибо. На этом я прощаюсь с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч у нас на Процветке. Ну и, конечно, заходите же в наши магазины на Кирова 3 и Куйбышева 69 в городе Минске. Там много чего интересного.